Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 26 том, вопрос 3839. Державин, Ломоносов, Пушкин и другие поэты перелагали отдельные псалмы Давида на стихии. Разве это можно делать? Сказано же, что не добавлять и не убавить от написанного в Библии, а они столько лишних слов написали, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Они к Библии ничего не добавляли, ибо они не цитировали ни одного места из Библии. Если бы они указали главу и стих из книги Библии, процитировали место из Библии и туда вставили или от того убрали что-то, вот тогда было бы видно, что они исказили Слово Божие и достойны наказания. Переложение означает, что они совершили вольный пересказ, но и в таком случае они должны были придерживаться конструкции библейской. Все зависело от знания Писания и от страха Божия в них. Притчи, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Второзаконие 12.32 Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того. Второзаконие 4.2 Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Стихотворение О, ты, что в горести напрасно! В скобках Ио, глава 38, 39, 40, 41 На Бога ропщишь человек, Внимай, коль в ревности ужасно, Он ки его из тучи рек, Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая, И глазом гровы прерывая, Словами небо колебал, И так его на раз призвал. Избери свои все силы ныне, Мужайся, стой, и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине, Прекрасный сей устроил свет, Когда я тверд земли поставил, И сон небесных сил прославил величество и власть мою, Яви премудрость ты свою. Где был ты, как передо мною бесчисленной тьмы новых звезд, Моей возженных вдруг рукою в обширности безмерных мест, Мое величество вещали, Когда от солнца воссияли повсюду новые лучи, Когда взошла луна в ночи. Кто море удержал бригами, И бездне положил предел, И ей свирепыми волнами Стремиться дали не велел, Покрытую пучину мглою, Не я ли сильную рукою, Открыл и разогнал туман, И суши сдвигнул океан. Возмог ли ты, хотя однажды, Велись ранее утру быть, И нивы в день томящей жажды Дождем прохладным напоить, Пловцу способный ветер направить, Чтоб в пристани его поставить, И тяготу земли тряхнуть, Дабы безбожных с ней сопхнуть. С тремнинами путей ты разных Прошел ли море глубину, Ищел ли чуд многообразных, Стада, ходящие по дну, Отверзости перед тобою, Всегдашнюю покрытым мглою, Со страхом смертные врата, Ты спер ли адовые уста, Стесняя вихрем облак мрачный, Ты солнце можешь ли закрыть, И воздух огустить прозрачный, И молнию в дожде родить, И вдруг быстротекущим блеском, И гор сердца трясущим треском, Концы вселенной колебать, И смертным гнев свой возвещать, Твоей ли хитростью взлетает Орел на высоту паря, По ветру крила простирает И смотрит в реки и моря, От облак видит он высоких, В водах и в пропастях глубоких, Что в пищу я ему послал, Толь быстро околь ты ледал, Возри в леса на бегемота, Что мною сотворен с тобою, Колючий терни его охота Безвредно попирать ногой, Как в верве сплетены в нем жилы, Отведай ты своей с ним силы, В нем ребра, как летая медь, Кто может рог его сотреть? Ты можешь ли, Левиафана, Наудий вытянуть на брег, В самой средине океана, Он брызг-быстрый простирает бег, Светящимся чешуями покрыт, Как медными щитами, Копьё и меч, и молот свой считает За тростник гнилой, Копьё и меч, и молот твой считает За тростник гнилой, Как жернов сердце он имеет, И зубы страшный ряд серпов, Кто в руку в них вложить посмеет, Всегда к сражению он готов, На острых камнях возлегает, И твердость он их презирает, Для крепости великих сил, Считает их за мягкий ил, Когда кобра не устремится, То море, как котел, кипит, Как печь гортань его дымится, В пучине след его горит, Сверкает очи раздраженный, Как уголь в горниле раскаленный, Всех сильных он страшит, гоня, Кто может стать против меня, Обширного громаду света, Когда устроить я хотел, Просил ли я твоего совета, Для множества таликих дел, Я персть, как персть я взял В начале века, дабы создать И человека, затем, зачем тогда Ты не сказал, чтоб вид иной Тебе я дал, сие, о смертное Рассуждая, представь зиждительеву Зиждительеву власть, святую волю Почитая, имей свою в терпении часть, Он все на пользу нашу строит, Казнит кого или покоит, В надежде тяготу сноси И без роптания проси Ломоносов Книга Иова, 13 глава, 7 по 9 стих Надлежал ли вам ради Бога Говорить неправду И для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть Лицеприятным к Нему И за Бога так припираться? Хорошо ли будет, Когда Он испытает вас? Обманете ли Его, Как обманывают человека? Откровение, 22 глава, 18 по 19 стих Если кто приложит, что к ним, На того наложит Бог язвы, О которых написано в книге сей, И если кто отнимет, что от слов Книги пророчества сего, У того отнимет Бог участие В книге жизни и в Святом Граде И в том, что написано в книге сей. Христос молился Под кровавый С чела поникшего бежал За рот людской, за рот лукавый Христос моление высылал Огонь святого вдохновения Сверкал в чертах Его лица И Он с улыбкой сожаления Сносил последние мучения И боль тернул в венца Вокруг Христа толпа стояла И грубый смех звучал порой Слепая чернь не понимала Кого насмешливо пятняла Своей бессильной враждой Что сделан Он? Что за что на муку Он усужден как раб, как тать? И кто дерзнул безумно руку На Бога своего поднять? Он в мир вошел святой любовью Учил, молился и страдал И мир Его невинной кровью Себя навеки запятнал Свершилась полночь голубая Горела кротко над землей В лазуре ласково сияя Поднялся месяц золотой Он то задумчивым мерцанием За дымкой облако сверкал То снова трепетным сиянием Голгофу ярко озарял Внизу окутанный туманом Виднелся город с высоты Над ним, подобно великанам Чернели грозные кресты На двух из них еще висели Казненные лучи луны В их лица бледные глядели Своей безбрежной вышины Но третий крест был пуст Друзьями Христос был снят и погребен И их прощальными слезами Гранит надгробный орошон Чье затаенное рыдание Звучит у среднего креста Как этот человек Страдание Горит в чертах его лица Быть может жаждей исцеления Он из далеких стран спешил Чтоб Иисус его мучения Всесильным словом облегчил Уж он готовился с мольбою Упасть к ногам Христа И вот Вдруг отовсюду узнает Что тот, кого народ толпою Недавно как царя встречал Что тот, кто свет зажег над миром Кто никодил Земным кумиром И зло открыто обличал Погиб забросный презрением Измятый пыткой и мучением Быть может тайный ученик Склонясь усталой головою К кресту учителя приник С тоской и страстной мольбою Быть может грешник непрощенный Сюда измученный спешил И здесь, коли на преклоненный Своё раскаяние излил Нет, то Иуда Не с мольбою Пришёл он Он не смел молиться Своей порочную душою Не с телом Господа проститься Хотел он Он и сам не знал Зачем и как сюда попал Когда на муку обречённый Толпой народа окружённый На место казни шёл Христос И крест изнемогая нёс Иуда, притаившись Видел его страдания и сознал Кого безумно ненавидел Чью жизнь на деньги применял Он понял, что ему прощение Нет в беспристрастных небесах И страх, бессильный рабский страх Угрюмый спутник преступления Вселился в грудь его Всю ночь В его больного воображения Вставал Христос Напрасно прочь Он гнал докучное видение Напрасно думал он уснуть Чтоб всё забыть и отдохнуть Под кровом молчаливой ночи Перед ним едва сомкнёт он очи И всё Тот же призрак роковой Встаёт во мраке, как живой Вот он, истерзанный мучением Апостол истинный святой Измятый пыткой и презрением Распятый буйную толпой Бог, осуждённый приговором Слепых, подкупленных судей Вот он Горит немым укором Небесный взор его очей Венец любви Венец терновый Чело спасителя язвит И мнится приговор суровый В устах разгневанных звучит Прочь, непорочное видение Уйди, не мучь больную грудь Дай хоть на час, хоть на мгновение Не жить, не помнить, отдохнуть Смотри, предатель твой рыдает У ног твоих, о, пощади Твой взор мне душу разрывает Уйди, исчезни, не гляди Ты видишь, я готов слезами Мой поцелуй коварный смыть О, дай минутное, минувшее забыть Дай душу облегчить мольбами Ты бог, ты можешь всё простить А я, я знал ли, сожаление Мне нет пощады, нет прощения Куда уйти от чёрных дум? Куда бежать от наказания? Устала грудь и стерзан ум В душе мятежные страдания Безмолвно в тишине ночной Как изваяние без движения Всё тот же призрак роковой Стоит залогом осуждения И здесь, вокруг, горя луной Дыша весенним обаянием Ночь разметалась над землёй Своим задумчивым сиянием И спит серебряный кедрон В туман прозрачный погружён Беги, предатель, от людей И знай, нигде душе твоей Ты не найдёшь успокоения Где б не был ты везде с тобой Пойдёт твой призрак роковой С залогом мук и осуждения Беги от этого креста Не оскверняй его лап за ним Он свят, он освящён страданием На нём распятого Христа И он бежал Пол небосклона Заря пожаром обняла И горы дальнего кедрона Волнами блеска залила Проснулось солнце за холмами Венце сверкающих лучей Всё ожило, шумит ветвями Лес гордый, великан полей И в глубине его струями Гремит серебряный ручей В лесу, где вечно мгла царит Куда заря не проникает Качаясь в мрачный труп Висит, над ним безмолвно Растилает Осина свой покров живой И узумрудную листвою Его как друга обнимает Погиб Иуда Он не снес Огня глухих своих страданий Погиб без примирённых слёз Без сожалений и желаний Но до последнего мгновения Всё тот же призрак роковой Живым упрёком преступления Пред ним вставал Во тьме ночной Всё тот же приговор суровый Казалось, сус его звучал И на челе венец терновый Венец страдания лежал 1879 год С. Я. Натсон Послание Галатам 6 глава 7 по 10 стих Не обманывайтесь Бог поругаем не бывает Что посеет человек То и пожнёт Сеющий в плоть свою от плоти Пожнёт тление А сеющий в дух от духа Пожнёт жизнь вечную Делай добро Да не унываем Ибо в своё время пожнём Если не ослабеем Итак, доколь есть время Будем делать добро всем А не и паче своим поверим Стихотворение Как стебель скошенной травы Без рук, без ног, без головы Лежу я часто распростёртый В каком-то дивном запытье Я немело всё во мне Но мне легко, как будто стёртый С лица земли я полумёртвой Двойную жизнью живу Покинув томную главу Жильё, источенное ею Тревожной мыслью моею Бежит, я вижу наяву Бежит вся мысль моя К подгрудью Встречая жизнью сердца там И не внимая многолюди Ни внешним бурным суетам Я весь в себе Весь сам с собою Тут мнится грудь моя дугою Схолмилась светлого полна И просветлённая она Какой-то радостью благою Нежгучим сладостным огнём Живёт каким-то бытием Которого не знает внешний И суетливый человек Условного отбросив бремя Я из железной клетки Время Исторгшись высоко во стёк И мне равны И миг, и век Чудна вселенная громада Безбрежна бездна бытия И вот, как точка, как монада В безбрежность уплываю я 1903 год, Фёдор Глинка Увы, минуты просветления Чего нельзя при вас забыть За дни тоски и за дни томления Довольно мне такой прожитие Колоссянам послание Третья глава, второй по четвёртый стих О горнем помышляйте О неземном Ибо вы умерли И жизнь ваша сокрыта Со Христом в Боге Когда же явится Христос Жизнь ваша Тогда и вы явитесь с Ним Во славе Любовью дрожить умейте С годами дрожить вдвойне Любовь Не вздохи на скамете И не прогулки при луне Всё будет слякоть и пороша Ведь вместе надо жить прожить Любовь с хорошей песней схожа А песню нелегко сложить 1939 год, Степан Щипачёв Евангелие от Матфея 25 глава 1 стих Тогда подобно будет Царство Небесное Десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу за ниху 6 стих Но в полночь раздался крик Вот жених идёт Выходите навстречу ему Меня застрелят на границе Границы совести моей И кровь моя залёт страницы Что так тревожили друзей Когда теряется дорога Среди щетинищейся гор Друзья прощают слишком много Выносят мягкий приговор Но есть посты сторожевые На службе собственной мечты Они следят сквозь вековые Ущербы, боли и тщеты Когда в смятении малодушном Я к страшной зоне подойду Они прицелятся послушно Пока у них я наведу Когда войду в такую зону Уж не моей, чужой страны Они поступят по закону Закону нашей страны И чтоб короче были муки Чтоб умереть наверняка Я отдан собственные руки Как в руки лучшего стрелка Шаламов В Послание 1 Петра 4 глава 14 по 16 стих Если злословят вас за имя Христова То вы блажены Ибо дух славы Дух Божий Почивает на вас Теми он хулиться А вами прославляется Только бы не пострадал Кто из вас как убийца Или вор Или злодей Или как посягающий на чужое А если как христианин То не стыдись Но прославляй Бога За такую участь Мне грустно на тебя смотреть Какая боль Какая жалость Знать только Ивовая медь Нам в сентябре С тобой осталось Чужие губы разнесли Твое тепло И трепет тело Как будто дождик моросит С души немного омертвелый Ну что ж Я не боюсь его Иная радость мне открылась Ведь не осталось ничего Как только желтый тлен И сырость Ведь я Ведь и себя Я не сберег Для тихой жизни Для улыбок Так мало пройдены дорог Так много сделано ошибок Смешная жизнь Смешной разлад Так было И так будет после Как кладбище Усеян сад В берез И сгладанные кости Вот так же Отцветем и мы И отшумим Как гости сада Коль нет цветов Среди зимы Так и грустить О них не надо Сергей Есенин Послание 1 Иоанна 2 глава 16 стих Ибо все Что в мире Похоть плоти Похоть отчей И городе здесь Житейское Не есть от отца Но от мира сего 2 Коринфянам 7 глава 10 стих Ибо печаль Ради Бога Производит Неизменное покаяние Ко спасению А печаль Мирская Производит смерть 1 Коринфянам 13 глава 11 стих Когда я был Младенцем То по-младенчески Говорил По-младенчески Мысли По-младенчески Рассуждал А как стал Мужем То оставил Младенческое Редактор субтитров